Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, вопадом. И сегодня речь пойдет о книге в очень сложном жанре, я немножко позже скажу об этом, которая вышла в прекрасной серии «Розового жирафа» от 11 до 14. Я бы возрастную планку этой книги существенно понизил, потому что в принципе в 10 и в 11 такой маленький детский детектив, но это конечно не просто детектив, иначе бы вот эта серия не включила бы в себя данное произведение, «Прекрасный детский детектив» очень хорошо читать уже в начале этой возрастной категории. Почему? Потому что Эрбекка Стет написала действительно прелестную книгу. Итак, мальчик, который вынужден переехать с родителями в многоквартирный дом, где ему многое не нравится, у него не очень-то хорошо складываются взаимоотношения в классе. Это начинается обычно в начальной школе, но сразу же, если не выбиваешься в лидера, если не зарабатываешь какой-то моральный авторитет у ребят, способных тебя отмутузить, если что, то в принципе тебе уже не очень удобно, не очень вовко как бы жить, даже если ты полноправный игрок, допустим, волейбольной команды. И вот этот вот прекрасный урок мистера Ландау, который является символической затравочкой к истории, такой вот наживочкой, ну-ка, что там будет со вкусами, что там вы попробуете на ваш язычок, дорогие, значит, юные друзья. Вот плавно перетекающий урок волейбола, который быстро расставляет по местам и место главного героя в этом мире, и его мнение о самом себе, ну и в общем взаимоотношения с приятелями со школьными. И так он переезжает в новый дом. Новый дом – это всегда куча новых взаимоотношений, это всегда люди, которых ты совершенно не представлял в своей жизни. Это соседи, это случайные знакомые, это друзья, которые приходят тебя проведывать на новое место, если таковые есть, да. Это вновь приобретенные какие-то связи и утраченные, что-то утраченное, что очень тяжело переживается, даже если это были не слишком сильные отношения, да. Это всегда некое напряжение электрическое, практически, которое висит в воздухе. И вот коробки распаковываются, вещи раскладываются по местам, и герой с папой спускается в подвал к мусорным бакам. И видят прекрасные объявления. Там, ну, понимаете, многоквартирный дом, у которого есть своё собственное ТСЖ, значит, товарищество собственников, это, конечно, отдельная песня. Это вот то, что прекрасно описано во второй жизни, увы, домовые комитеты. Это такое, понимаете, швондерство, которое существует, по-моему, во всех абсолютно национальных культурах и так далее. Просто блестящими организаторами не всегда являются самые, скажем так, этически однозначные персонажи. И наоборот, самые порядочные люди, с которыми приятно было бы дружить и иметь соседские дела, зачастую от всего этого максимально дистанцируются. Им очень не хочется во всём этом участвовать. Вот. И вот, значит, мы наблюдаем картинку глазами ребёнка, как это всё устроено, да. Ну, там объявления, вызывая монтёра, ставьте обязательно дату вызова, там, так далее. Такие всякие бумажки вонючие, которые там приклеены, значит, со всякими объявлениями требования, организация, да. Раньше у него была совершенно другая жизнь была. Раньше у него была трещина в асфальте, которую надо было, хотя два бака, видимо, один с кухни, я имею в виду мусорных баков, один с кухни, другой, значит. Ну, как это происходит в частном доме, да, у тебя есть мусорные баки на колёсиках. Ты их выводишь к дороге, к подъездной дорожке, куда уже подъезжают мусорщики раз в неделю, допустим, и забирают, ну, твой мусор, да, оставляя баки. Потом ты их ставишь на место. Вот. Значит, эти баки тяжёлые, когда они наполнены мусорами. Мусором пакеты, пожалуй, с этим же содержимым было бы и не дотащить до подъездной дорожки. И надо от дома, значит, катить эти баки, и вот там есть трещина, в которую постоянно попадает колесо бака. Если он туда попадёт, бак заваливается, его содержимое высыпается на всю лужайку, и, в общем, радость просто твоя не имеет границ. Вот. И раньше у него была вполне понятная проблема. Трещина, да, вот в асфальте, которую надо было объезжать. В одной руке ручка одного бака, в другой ручка другого бака. И вот он говорит, казалось бы, ну что здесь такого, мусорные баки? Ну, это деталь, которая описывает привычный уклад. Ты сразу чувствуешь, что тебе будет рассказывать историю, которая значит нечто большее, чем неуют от переезда в новое место. И действительно, они видят потрясающее объявление. Значит, объявление очень интересное собрание шпионского клуба сегодня. Ну, и папа мальчика просто от души шутит. Ну, как это часто делают взрослые, не подозревая, что за этим вас последует. Значит, он приписывает, во сколько вопрос. Значит, и, знаете, на этот вопрос появляется ответ. И что же мне теперь делать, говорит отцу герой? Ты что творишь вообще? Мы спросили, во сколько нам ответили, значит, надо идти. Ну, так иди, говорит отец. Что такого-то? Она говорит, ну, я же не могу пойти на совершенно незнакомую встречу с какими-то незнакомыми мне шпионами. Ну, так не ходи, говорит отец. Для него все просто, понимаете? А у человека прям вот вопрос жизни и смерти. И он идет, и он встречается с двумя очень любопытными персонажами. Одного из них зовут Верней, а другого зовут Карамель. Ну, где имя такое у девочки? Мальчик понимает, что эти двое точно никогда не будут насмехаться над его именем. Потому что я это не упомянул, но наш шпион и лжец в начале книги еще и комплексует катастрофически по поводу своего имени. Там лишняя буква какая-то. Это связано, видимо, с английской орфографией. По-русски это звучит совершенно никак не нейтрально, поэтому и не зацепил меня деталь. Но вот тут ты понимаешь, что эти двое, значит, и он сам об этом думает, слух, не будут издеваться над его именем. И завязываются у них шпионские отношения. Потому что, ну, разумеется, в этом доме живут персонажи, за которыми совершенно точно необходима слежка. Во-первых, это человек, который всегда ходит в черном, а иногда с увесистым дипломатом. У него черная рубашка, черный галстук, у него черная шляпа. Если бы он носил бейсболку, его перепутал герой с персонажем бейсболкой, то она тоже была бы черная. И он выходит из дома очень редко, и он ни с кем никогда не разговаривает. Ты будешь за ним следить, говорят ему. Почему я? Ну, потому что твоя квартира как раз под квартирой этого персонажа. Другие, ну, менее похожие на злодеев, хотя тоже, в принципе, если по большому счету разобрать, там есть чем заняться юному Штирлицу. Жители этого дома не подозревают, что есть шпионский клуб, который за ними следит. Дальше начинаются уморительные, иногда гомерически смешные, иногда вполне себе печальные происшествия и приключения, из которых следует эта шпионская вся деятельность. Но, но, я, конечно, не расскажу вам сюжета книги, иначе читать будет совершенно неинтересно. Но вы уже поняли, да, настоящий шпионский клуб в многоквартирном доме, это очень интересно. Это то, что, ну, скажем так, приведет непредсказуемые последствия для многих участников. И в том числе поможет герою. Почему он шпион и лжец, мы уже поняли. Почему он, значит, все-таки побеждает, и почему добро в этой книге побеждает, я скажу вам простыми, скучными, взрослыми словами. Потому что у этой книги есть определенный педагогический заряд. Но описывать вам, что это, было бы очень скучно, потому что я бы раскрыл, ну, был бы спойлер-спойлер прям страшный. Поэтому, дорогие взрослые, дайте эту книгу ребенку лет в 11-12, а то и раньше. Значит, он прекрасно, по-моему, переварит сюжет, да, и многое для себя полезного извлечет. Вот, не только за кем надо следить и поресматривать за этими взрослыми, значит, в родном доме. Ну, и как правильно находить друзей, как ценить дружбу, что можно сделать во имя этой дружбы. Ну, и как поставить себя, как бы, в коллективе, так скажем, в стае товарищей. Вот, скажем это так. Назовем это так. Ребекка Стетт, шпион и лжец, розовый жираф. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.